Здравствуйте! В эфире муниципального канала новости в студии Марат Каримов. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучший педагог. Такую награду сегодня в стране получили 64 преподавателя. Четверо из них – североказахстанцы. В преддверии их профессионального праздника денежными сертификатами, благодарностями и почетными грамотами отметили самых достойных. На торжестве побывала Айгирим Мукашева. Атмосфера во дворце молодежи праздничная. В этот день все песни, стихи и поздравления адресованы представителям созидательной профессии – педагогам. От имени Акима области их поздравил его заместитель Мазьяр Кожахмет. Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенародным. Каждый из нас был учеником. У каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность которому мы сохранили в своей душе. Сегодня сфера образования находится в центре внимания всех реформ. Намечены принципиально новые ориентиры в дошкольном, среднем, профессиональном и высшем образовании. Внедрение электронного обучения тоже стало одним из важных моментов. И уже сегодня очевидно, что эти нововведения дают множество поводов для гордости. Елена Землякова четверть века учит школьников законам Ньютона и всемирного тяготения. Физика совсем не сложная, а главное – интересная и полезная наука. В этом она ежедневно убеждает своих учеников. Нестандартный подход к преподаванию предмета и любовь к профессии позволили Елене Земляковой стать призером республиканского конкурса «Лучший педагог». Самое сложное как раз не работать с детьми, самое сложное – соответствовать сегодняшнему моменту. Потому что наше время настолько быстро изменяется, что не успеваешь освоить какие-то новые программы. Они опять обновились, не успеваешь начать говорить на казахском языке, требуют преподавать физику на английском языке и быть все время в тренде. Такую награду получили 64 казахстанских педагога. Четверо из них – наши земляки. Помимо знака отличия им вручили денежные сертификаты. В Североказахстанской области сегодня трудится свыше 17 тысяч учителей. Особо отличившихся из них отметили правительственными наградами, почетными грамотами и благодарностями главы региона. Очень рада получить благодарность от Акима области. Я работаю учителем казахского языка и литературы в селе Каратирек у Алихановского района. Мой трудовой стаж – 26 лет. Думаю, самое главное в нашей профессии – постоянная работа над собой. Надо совершенствоваться, расширять кругозор. Только тогда можно стать достойным примером для своих учеников. Зефа Алифтенова преподает английский язык 32 года. Она – автор уникального электронного пособия для будущих юристов и правоведов. За это и получила заслуженную награду. Я подобрала необходимый материал, который им поможет в дальнейшем в их профессии. Был специально подобран профессиональная лексика для учащихся. Электронный учебник для студентов-правоведов. Который был защищен в Урлеу и за который меня сегодня отметили. Я думаю, что этот учебник поможет им в дальнейшем. Не забыли в этот день и ветеранов образования. Им аплодисменты и цветы за добросовестный труд и верность профессии. С профессиональным праздником педагогов поздравил и министр образования и науки Республики Казахстан. В видеообращении Ерлан Сагадиев поблагодарил их за добросовестный труд. Учитель – самая почетная профессия на земле. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы гордо несете звание учительства. Сюрпризом для собравшихся стало выступление звезды казахстанской эстрады Алишера Каримова. Мама, мама, я боюсь теперь. Айгири Мукашев, Михаил Казначеев, Новости, МТРК. В первой гимназии накануне Дня учителя открыли мемориальную доску Александре Шпунтовой. Она руководила учебным заведением 15 лет. Александра Васильевна внедрила там кабинетную систему, углубленное изучение физики и математики. А в озеленении территории тогда еще 35-й школы в городе не было равных. О заслугах знаменитого педагога сегодня вспоминали коллеги и ученики. Сегодня в первой гимназии вспоминают Александру Васильевну Шпунтову. Требовательное и преданное делу своей жизни. Так о ней всегда отзывались коллеги и ученики. Директором тогда еще 35-й школы имени Дзержинского Александра Васильевна проработала с 1965 по 1980 годы. За 15 лет задала учебному заведению самую высокую планку. По ее инициативе развернулось такое мощное молодежное движение, ученическое самоуправление, что модель его была представлена на ВДНХ в Москве. И Шпунтова Александра Васильевна была награждена серебряной медалью ВДНХ СССР. А в 1967-м впервые Министерство просвещения Казы СССР открыло в 35-й школе специальные классы для углубленного изучения физики и математики. И это тоже заслуга Александры Шпунтовой. Она была блестящим руководителем и смогла собрать возле себя лучших педагогов. Биолог Клавдия Петровна Кирякова до сих пор помнит, как боялась прихода нового директора. О строгости Александра Васильевны знали все. Дисциплина отличная, порядок во всем был. В школе кабинетную систему увели. И наши кабинеты были лучшими в республике. К нам приезжали, перенимали опыт. Всем руководила Александра Васильевна. Она во все вникала. И работящая, она и сама вместе с нами сажала, могла и копать ямы. К озеленению Александра Васильевна приступила сразу, как пришла работать в 35-ю школу. Здесь спилили старые деревья, посадили новые и много цветов. В итоге пришкольная территория стала примером для других учебных заведений, как и сама директора. Установить в школе мемориальную доску Александре Шпунтовой – идея первых выпускников. На юбилейной встрече в честь 50-летия окончания школы наш одноклассник Валера Костырев выдвинул такое предложение – увековечить память нашего директора Александра Васильевна Шпунтовой. И вот мы счастливы, что наша мечта осуществилась. Потому что она для нас была всегда пример для подражания. Всегда вот такое, чтобы ставить цели, добиваться и идти к ним. Отличник просвещения СССР и Казахской ССР, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Теперь память об Александре Васильевне Шпунтовой будет жить еще много поколений. Жан-Сулут Астемирова, Даниил Тарасов, Новости МТРК. Они встают рано утром, допоздна проверяют тетради, переживают за каждого ребенка и любят их как родных. В преддверии Дня учителя наша съемочная группа побывала в нескольких школах Петропавловска и познакомилась с представителями самой благородной профессии. Каждый из нас хорошо помнит свою первую учительницу. Закрыв на секунду глаза, мы можем вспомнить ее голос. Добрый и нежный, временами настойчивый и строгий. Первый преподаватель самый важный, ведь именно он на протяжении первых четырех лет кирпичик за кирпичиком закладывает фундамент знаний. Это четвертый класс казахской школы-гимназии. 16 девочек и 9 мальчиков пришли сюда совсем малышами, не умели читать, писать и считать. А сегодня каждый из них со своим мнением и багажом знаний. И заслуга в этом Тиндик Кулмаганбетовой. Учитель начального звена пошла по стопам своего отца и уже 30 лет преподает в младших классах. Когда ребенок приходит ко мне, я стараюсь с каждым работать индивидуально. Каждому как бы подобрать свой ключ, чтобы донести до него, что я умею, что я могу, что я должна ребенку дать. Отдельно с родителями разговариваю, какие-то советы даю. С психологом тесно я работаю. В начальных классах нужно же изучать внутренний мир ребенка. Если знаешь внутренний мир ребенка, можно дальше работать. Это для учителя очень важно. Также важно, как видеть плоды своей работы. В следующем году подопечные Тиндик Кулмаганбетовой перейдут в пятый класс, и она наберет новых учеников. Расставаться всегда тяжело. За четыре года начинаешь относиться к ним, как к родным детям, говорит педагог. Грустно, обидно, но радостно, что детей я довела до такого уровня. Видишь, как они самостоятельно решают какие-то проблемы, самостоятельно пишут сочинение такое, что можно аж заплакать, или бывает, что трогают. Я рада, что вижу свой результат. У Зинары Нартаевой трудовой путь только начался. Она преподает информатику в казахской школе-гимназии чуть больше месяца. В Северный Казахстан из Казаларды девушка приехала по программе «Серпын». Здесь окончила местную альмаматор и осталась. По словам Зинары, подход к детям она нашла легко. А уроки старается разнообразить, используя нестандартные методы обучения. Учиться должно быть интересно, считает преподаватель. Работа несложная, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. В этом деле очень важна дисциплина, иначе ребята просто не усвоят материал. Я хочу выразить огромную благодарность коллективу школы за теплый прием и поддержку. Для молодого специалиста это очень важно. Мы находимся в школе национального возрождения номер 17. Здесь трудятся 84 преподавателя, 12 из которых – ветераны труда. В их числе и Розалия Аитова. Преподает почти 40 лет. Она открыла мир Пушкина, Лермонтова и Достоевского не одному поколению школьников. В это учебное заведение она пришла работать в 1991 году, за 6 лет до того, как ему присвоили статус школы комплекса национального возрождения. Здесь Розалия Сейфуловна росла и постигала азы профессии, которая стала делом всей ее жизни. Мне нравится работать с детьми, обучать их, совершенствовать их как личность. На протяжении всех этих лет у меня было уже 5 выпусков. Конечно, они посещают школу, мы рады их всегда видеть. И они, конечно, с таким чувством восторга всегда приходят к нам, делятся своими мыслями, впечатлениями, что у них удалось, что не удалось в жизни. И, конечно, мы поддерживаем их всегда в трудную минуту, если это необходимо. Всего в Североказахстанской области 487 школ. В них работают порядка 17 тысяч учителей, 400 из которых – ветераны труда. Дарья Пышмынцева, Адель Нуржанов, Новости МТРК. Жилой комплекс «Трио». Откройте новый взгляд на счастливую жизнь. Сквозь панорамные окна мы раздвигаем горизонты. Посмотрите на ночное небо, загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Просторные комнаты, высокие потолки, свободная планировка. В таких квартирах будут счастливы дети, спокойные и довольные родители. Для машин есть большой паркинг, для детей – безопасная игровая площадка. Жилой комплекс «Трио». Здесь сбываются мечты. Началась продажа квартир в жилом комплексе «Аккейн». Компания «Казградстрой» возводит 9-18 этажек в экологически чистом районе Петропавловска. Наши цены не растут, как курс валют. Квадратный метр от 160 тысяч тенге. Свободные планировки, доступность и комфорт. Это лучший бюджетный вариант для вашей семьи. Купи квартиру сегодня и отметь новоселье в следующем году. Телефон отдела продаж 704-404. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Величину прожиточного минимума за сентябрь высчитали статистики региона. По их информации, в среднем на одного человека в прошлом месяце приходилось 27 422 тенге. Это на 300 меньше, чем в августе. Больше всего средств североказахстанцы тратят на покупку мяса и рыбы. На втором месте – молочная продукция и яйца. Следом идут фрукты и овощи. Стоимость непродовольственных товаров и других платных услуг в прошлом месяце составила 12 300 тенге. В среднем на потребности детей до 13 лет родители тратят 25 тысяч. Столько же и пенсионеры. А подросткам от 14 до 17 лет нужно на 5 тысяч больше. В регионе началась массовая вакцинация против гриппа. Бесплатно получить укол здоровья смогут 60 тысяч североказахстанцев. Это дети до 14 лет, люди, состоящие на учете, медработники и беременные женщины. Для этого в области организовано больше 400 прививочных кабинетов. В одном из них побывала наша съемочная группа. Близится сезон гриппа и простуд. Коридоры в поликлиниках уже переполнены. Обманчивая погода и ослабленный иммунитет приводят людей на больничные койки. Кашель, насморк, головная боль и температура. Подхватить вирус может каждый. И самый опасный из них – грипп. Его последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до смертельных. Николай Кондратов прививается второй год. Говорит, болеть стал намного меньше. Я страшно болел. Температура была сильная, до 40. А в прошлом году легко это прошло. Даже и подхватишь этот вирус. Легче переносит. А плюс я в группу рисков хожу. Так как существует у меня несколько болезней. И после операции, после лекоша нужно немного себя облегчить состояние. Рассчитывать на бесплатную вакцину могут люди из группы риска. В их числе дети, пенсионеры, беременные женщины. Вместе с Николаем укол здоровья в третьей поликлинике уже получили больше 70 человек. Всего прививки здесь поставят 10% приписанных горожан. Наша поликлиника получила более 7000 доз российской вакцины Гриппол. Вакцина надежная, безопасная, сертифицированная. Осложнение после проведения прививок по опыту прошлого года не зарегистрировано. Перед тем, как получить вакцину, прививку каждый прививаемый будет осмотрен врачом. И противопоказания все будут учтены. Все остальные смогут поставить прививку платно. В прошлом году укол стоил 2000 тенге. Главное сделать это до начала эпидсезона. Чтобы выработался иммунитет, нужно как минимум две недели. Массовый подъем заболеваемости начинается именно гриппом. Где-то в декабре, в конце декабря, с пиком в начале, в середине января. И где-то в начале марта обычно бывает вторая волна. Но, как правило, обычно начинается с гриппа А, а потом уже вторая волна вызывается гриппом Б. Чтобы создать уже защиту популяционную, то есть в обществе, нужно, чтобы охват в идеале был 95% и выше. У нас идет показатель индикаторный, не менее 10%. В прошлом эпидсезоне грипп подтвердился больше, чем у 200 североказахстанцев. Это почти на треть меньше, чем в 2016-м. Но поставить такой диагноз медики могут только после лабораторных исследований. Правда, соглашаются на них не все. Сам по себе этот анализ ПЦР стоит около 10 тысяч. Поэтому каждого больного не обследуют лабораторно, а просто ставят гриппоподобное заболевание. Грипп отличается тем, что здесь даже в начале может не быть насморка. И очень резко он, острое начало, и именно симптомы интоксикации. То есть это высокая температура, сразу там по 39-40, резкая головная боль. Поэтому говорят, что грипп в постель уложат. То есть если у человека урви, он может вот так вот ходить. Грипп, он уже ляжет, он будет не в состоянии. Но если вот классическое течение. Массовая вакцинация в этом году продлится до 15 ноября. Бесплатные уколы здоровья получат около 60 тысяч североказахстанцев. Телегалерея «Земляки». Под таким названием вышла в свет книга почетного журналиста Казахстана Раисы Бюкмухаметовой. В ней собраны истории жизни нескольких десятков наших знаменитых земляков. На презентации побывала Татьяна Есельская. Проработав почти 40 лет на областном телеканале, Раиса Бюкмухаметова сделала немало документальных фильмов. На основе очерков «Земляки» она издала книгу. Листая страницы, невозможно оторвать глаз от красочных стоп-кадров. Простым и понятным языком Раиса Гарифовна рассказывает о судьбах выдающихся земляков. Многие из героев ее книги защищали отечество, поднимали целину, сохраняли культуру и историю родного края. Разные судьбы, разные профессии, разные жизни. Около 40 имен и несколько объединений навсегда останутся в истории области. В этой книге вся ценность, что там стоп-кадры из фильмов. И человек читает и видит. Я когда работала, я как будто в то время вернулась. Я считаю, что это очень ценно и для тех, кто был в то время, и для тех, кто будет читать, а особенно для подрастающего поколения. На презентацию пришли родственники, коллеги и друзья. Евгений Тетюхин знаком с Раисой Бюкмухаметова около 45 лет. Ему журналист отвела место в своей книге. 15 лет назад он стал участником телеочерка. Раис Грифт такой человек, что она умеет по-человечески подойти, но и докопаться до сути человека. И она как-то меня так разговаривала. И получилась, в общем, нормальная душевная передачка, в которой я говорил о своем спортивном прошлом, о своих занятиях, о профессиональной, академической деятельности, о своей маме, о папе, о своих многочисленных братьях и сестрах. Сегодня в торжественной обстановке автор выручила героям около 50 экземпляров своей книги. Татьяна Исельская, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. А сейчас к новостям спорта. На льду два сильных соперника. Петропавловский Кулагер принимал у себя команду Тимиртау. В первый день наши скакуны разгромили гостей. Смогли ли они закрепить свою победу, знает Татьяна Исельская. Хоккейный клуб Кулагер с 25 очками продолжает держать лидерство в турнирной таблице. Первый домашний матч против клуба Тимиртау наши выиграли с разгромным счетом 6-2. Смогут ли они повторить этот успех в повторном противостоянии и остаться в фаворитах чемпионата Казахстана? Болельщики ждут быстрого гола. И буквально на четвертой минуте ворота соперников летит первая шайба. Ее забил нападающий Евгений Попитич. Еще через несколько минут второй гол, но не в нашу пользу. Во втором периоде скакунам надо вырваться вперед. Они усиливают атаку. И Дмитрий Смогилов забивает гостям шайбу. Радость была недолгой. И буквально в следующей атаке тимиртауцы восстановили равновесие. На табло уже 2-2. Все атаки перешли к нашим воротам. Голкиперу пришлось нелегко. И он пропустил еще две шайбы. Борьба становилась все напряженнее. Игроки время от времени переходили с хоккея на бокс. Силовые атаки не помогли Кулагеру удержать победу. Финальный счет 2-5. Но несмотря на поражение, петропавловские скакуны продолжают держать лидирующую позицию в турнирной таблице. «Наверное, не хватило элементарной концентрации на моментах. Я думаю, не надо ни на кого показывать пальцем, искать виноватых. Проиграла вся команда. Будем смотреть вперед и двигаться дальше. Будем настраиваться дальше на Алмату. Конечно, все расстроились, но такого жизнь каждый день не получается выиграть». Защитник Тимиртауцев Александр Писарев признался, с Кулагером играть всегда непросто. И на этот раз вырвать победу было нелегко. После разгромного поражения в понедельник команда сменила тактику. И это привело к победе. «Сегодня все три периода выполняли тренерские установки. Вот результат победы. Соперник хороший, безусловно. С ними всегда сложно было играть. Там мастеровитые ребята». Следующий домашний матч «Петропавловские скакуны» проведут с командой Алматы 8 и 9 октября. Татьяна Есельская, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. Самые сильные и выносливые. В Северном Казахстане прошли соревнования среди стражей порядка. В турнире по мини-футболу участвовали четыре команды. Лучшими стали оперативники отдела криминальной полиции. А вот любители более массового спорта могли поучаствовать в кроссе. Бежали пять километров. Спортивный праздник завершился физкультурно-танцевальным флешмобом. Соревнования приурочили к 100-летнему юбилею службы уголовного розыска. Его отпразднуют 5 октября. 16 команд и больше 60 огнеборцев. Столько участников собрала областная спартакиада пожарных в Петропавловске. Как они справились с заданиями, расскажет Илья Кудряков. «Сильным, быстрым и выносливым таким должен быть настоящий пожарный. От его действий зависит жизнь людей. Областная спартакиада среди огнеборцев проходит 12 лет. В этом году побороться за звание лучших приехали 16 команд со всех районов северного региона. В каждой по 4 человека». «При тушении пожаров у нас мы спасаем людей. Звенья ГДЗС в аппаратах выходят в задымленную среду. В связи с этим постоянно проводим соревнования. Во время соревнований у нас проходят 3 этапа». Подвесной мост в задымленное помещение «Турник». Первым испытанием для огнеборцев стала полоса препятствий. Участвует вся команда. Обмундирование весит около 7 килограммов. На счету каждая секунда. Таймер останавливается, когда последний перечечет финишную черту. «Давай, давай, давай, 10-й. 10-й, давай!» Команда пожарной части номер 10 из Сильского района участвует в «Спартаке-1» не первый раз. К соревнованиям готовились больше двух месяцев. Испытание далось им не просто, говорят огнеборцы. Препятствия преодолели за 2 минуты и 50 секунд. Это средний результат. «Для меня это было первый раз. Тоже нелегко, но можно. Мы для этого и бегаем специально, тренируемся. Можно все сделать. Самый тяжелый был этап – это через трос. Вот что там мы ростом не удались. Как смогли, так и дотянулись. Пробежались. В общем, я думаю, неплохо». А уже здесь пройдет второй этап соревнований. Главная задача пожарных – спасти жизнь человека. Но сделать это будет не так уж и просто. Условия максимально приближены к реальным. Задымленное помещение, полная темнота и разные препятствия – это самое сложное задание. Первыми в комнату заходят огнеборцы из Акаинского района. Трое идут внутрь. Четвертый координирует спасательную операцию. «Принял отключение электроэнергии. Время 11.17». Пожарным нужно отключить электричество, найти пострадавшего и вынести его из квартиры. С испытанием огнеборцы справились за пять минут. Кстати, его прошли не все команды. «Были трудности, но опыт у нас есть, поэтому с этой задачей справились хорошо. Самое главное, мы успели вовремя выключить электрощит и закрыть задвижку газа. Там ничего не видно, поэтому нужно было смотреть под ноги и быть максимально осторожным». Последнее задание для огнеборцев – кроссфит. Здесь нужна будет сила и скорость. По итогам соревнований выберут лучшую команду. Победители отметят почетными грамотами и ценными призами. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК. На этом все. Смотрите новости, будьте в курсе событий. До свидания. Прогноз погоды на четверг, 4 октября. Ясный ветер южный – 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, днем плюс 15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова